Приветствую вас! Попробую ответить вам на ваш вопрос. Правда, никакого вопроса вы не задаете, даже запроса нет в вашем сообщении. Какие основные есть у вас здесь идеи? Первая идея такая, что мужчина очень трогательно за вами ухаживал, и вы загорелись, значит, ответной симпатией к нему. Но потом у него умирает мама, и он, значит, исчезает из вашего поля зрения, да, ничего вам не пишет, и вы пишете ему сами. Первое, и восхит, вам приходит сообщение, которое я сейчас цитировать не буду, вот, потому что, ну, опять же, потому что, во-первых, хочу сказать немножко другое, а во-вторых, вы сами его знаете. Значит, здесь стоит отметить, что мужчина явно очень сильно потрясла цепь событий, которая с ним произошла, то есть развод со своей женой, и, соответственно, смерть мамы, и вот всё, ему это далось очень-очень тяжело. И, по-видимому, он увидел в этом происшествии, в том, что случилось, для себя некий смысл. Некий такой смысл более глубинный, чем тот, который мог бы увидеть любой другой человек, происходить с ним подобная ситуация, но по отдельности. Какой же это может быть смысл? Ну, во-первых, он разводится за своей женой и встречает вас, которая чудесным образом похожа на его бывшую жену. И в этот момент умирает у него мама. Мужчина, скорее всего, ну как, не скорее всего, конечно, но очень легко может сделать такой вывод, что не стоит сближаться с той, с кем он вот совсем недавно развелся. Поэтому, как бы, смерть мамы, она об этом явно даёт понять. Конечно, это всего лишь предположение, конечно, это всего лишь догадка, но вполне такая серьезная догадка. Мужчина также может считать, что со смертью своей мамы он уже как-то не может находиться в отношениях с вами, не может отвлекаться, не может веселиться, а должен, например, оплакивать только свою мать и, в общем-то, переживать за неё, быть в трауре и так далее. То есть мужчина просто-напросто считает оскорблением её памяти, памяти мамы, пока что вступать в отношения. И надо сказать, что здесь эта позиция более реальная, не менее правильная, но более реальная, и здесь можно и нужно только принять позицию человека и отнестись к нему с пониманием, и просто-напросто дать возможность человеку побыть наедине с собой сейчас, дать возможность человеку почувствовать себя тем, кто он есть. Потому что, безусловно, потеря мамы это очень серьезное событие, которое его потрясло до глубины души вашего мужчины. Я имею в виду. Далее, вы пишите о том, что он говорит вам определенную фразу, что вы замечательные, что вы всегда встанете из его сердца. Здесь он как бы говорит о том, что вы для него многое значите, но, тем не менее, недостаточно для того, чтобы он это тяжелое время пересевал с вам. Оно и понятно, мы с вами не были достаточно близки, и, возможно, мужчина просто не считает возможным для себя спускать вас в свое личное пространство в такой вот тяжелый для него момент. Но при этом он знает о вас, он помнит о вас, и, скорее всего, его сделает еще некий шаг к вам, когда его отпустят. Но это, может быть, через пару месяцев произойдет, может быть, больше. Но я думаю, что о нем вы еще услышите, если действительно вы запалили его в сердце, как он говорит. Другое дело, что есть некоторые тревожные моменты, на которые я хотел бы обратить вас все внимание. Значит, во-первых, вы пишете, что вы расстались своим гражданским мужем два месяца назад. То есть вы жили с человеком, вы действовали с гражданским браком, вы с ним не заключали официального союза. Соответственно, здесь возникает вопрос, почему вы этого не делали? Здесь возникает вопрос о том, почему вы расстались со своим гражданским мужем, какие у вас были проблемы. Вот. И здесь также очень важно понять природу того, что вы загорелись, то есть как именно вы загорелись, почувствовали ли вы себя женщиной, ощутили ли вы себя нужной, почувствовали ли вы себя ценной, любимой и так далее. Если подобные термины для вас не пустой звук, то вам нужно понять, что мужчину при прочих равных условиях, то есть если убрать человеческий фактор, если убрать чисто моральный аспект, то вы переживаете за мужчину, потому что, по сути дела, вы потеряли в этом мужчине возможность реализоваться вот так, как вам хотелось бы. То есть вы хотели реализоваться своим гражданским мужем, у вас не получилось. Вы хотели реализоваться вот с этим мужчиной, и он тоже ушел. Получается, что у вас такая вот двойная подписка неудовлетворенности произошла. И, соответственно, ничего удивительного в том, что вы ему писали еще, а он вам не отвечал, нет. Я просто хотел бы, чтобы вы постарались отделить чисто переживания и соболезнования мужчине, которые, вообще-то говоря, нормальные, которые, вообще-то говоря, естественные, которые, вообще-то говоря, очень хорошо и здорово вас красят, которые очень правильно о вас говорят, которые говорят о вас как душевном человеке и так далее, вот. Отделить это от своих собственных потребностей в контексте того, чтобы быть с этим мужчиной для чего-то. для себя, например, ну, например, для себя. То есть, вот, свои потребности, свои потребности отделить от, собственно говоря, чисто человеческих аспектов. Вот. Я надеюсь, что вы в этот вот момент, вы его определите для себя, и вы постараетесь этот момент определить, потому что он на самом деле очень важен. Ну вот, на мой, по крайней мере, взгляд, на мой, по крайней мере, на мою позицию, это очень важный момент. Важный момент именно для вас. Потому что, м-м-м-м, вот. А вот вы сейчас в том, что вы определенно оказались в положении довольно-таки, такого вот нуждающегося человека, и я вас понимаю, то есть, никакого вот, э-э-э, никакого осуждения, никакого осуждения к вам у меня нет. Не подумайте, ради бога, чего-то плохого. Ну вот. То есть, постарайтесь, э-э, для себя, продумать, э-э, почему вы, например, например, э-э, расчались со своим гражданским мужем. Э-э, постарайтесь продумать, почему вы, например, э-э-э, скажем, э-э, ну, не смогли сохранить с ним отношения свои. Э-э, это ведь, на самом деле, довольно важный момент. А, то есть, э-э, это проблема ваша. Это вот та проблема, которую мужчина, по сути дела, а-а-а, просто-напросто как бы вскрыл. То есть, он показал вам, что вот такая проблема есть, что вы загорелись, что вы чувствуете потребность в том, чтобы быть любимой, чтобы, вот, как-то реализовываться как женщина и так далее. Вот. Вы говорите, что я не могу, э-э, поверить в то, что он так уйдет. Э-э, дело в том, дело в том, э-э, что мужчина, мужчина, э-э, может именно так уйти, потому что, э-э, для него это нормальная позиция, для него это нормальная реакция, понимаете. Э-э, дело ведь, э-э, всё. Дело в том, что он э-э, не считает, что вы можете видеть его слабым. И будучи гордым в своей природе, ну вот как, в принципе, любой мужчина, да, э-э, он, э-э, хочет поддерживать образ э-э, э-э, человека, э-э, который, ну, является, довольно-таки, э-э, сильным, довольно-таки, э-э, значимым, довольно-таки, э-э, осознанным, да, и так далее. Вот. И, соответственно, соответственно, для него эта позиция единственное верное решение именно для того, чтобы сохранить э-э-э, свой образ, который он построил именно для вас. И поэтому, да, он может уйти, потому что он боится показаться слабым, потому что он, возможно, понимает, что больше слабых он не может быть ни с кем, э-э, ну, потому что его мама, мама его, умерла, и, соответственно, он понимает, что, ну, скорее всего, он больше, э-э, просто, ни с кем не сможет быть с собой. Пока ему так кажется, и вы, э-э, к сожалению, в этом контексте, ну, пока-то проигрывает, опять же, э-э, по какой причине, э-э, по причине того, что он вас не знает. И вот это основная беда. По крайней мере, именно для вас, для вас это основная беда. То есть, нужно понимать, что мужчина находится в очень тяжелых для себя условиях, э-э, в тяжелых ситуациях и, как бы, разрывается между, э-э, с одной стороны, между желанием, э-э, проявить слабость, между желанием облокотиться на кого-то и, с другой стороны, э-э, у него есть, э-э, очень, э-э, большая потребность в том, э-э, чтобы, э-э, вот именно, именно перед вами, именно перед вами, э-э, сохранить лицо. Вот. Для него это ценно, для него это важно, это именно то, чего он хочет. Поэтому, да, подобная реакция является совершенно нормальной. Э-э, я думаю, что э-э, он ушел от вас не навсегда, я думаю, что он еще обязательно вернется, но, э-э, мне бы хотелось, чтобы вы, э-э, подумали для себя, как бы вы могли выстраивать отношения с ним. То есть, понимаете, и он, в принципе, и он, э-э, этот, э-э, мужчина, он идет не по пути правильному. То есть, я хочу сказать, что он идет не по пути, не по тому пути, э-э, который приведет его к хорошим отношениям. Потому что вы похожи на его, э-э, жену, а это плохо для вас. Потому что, если отношения строятся по такому принципу, то я боюсь, что это не, э-э, принесет ему счастье. Мужчина так или иначе будет сравнивать вас с своей женой, хотя бы потому что вы, вы, по его мнению, на нее похожи, и это большая проблема. Вот. То есть, я могу спрогнозировать определенные проблемы в ваших отношениях, хотя они еще не начались. То есть, вполне вероятно, что мужчина считает, что у вас, э-э, что, э-э, ну, с вами у него все получится, э-э, потому что вы не такая, как ему дена, вы лучше. И надо сказать, что эта точка зрения имеет право быть, но, как показывает практика, э-э, подобная позиция не является сколько-нибудь, э-э, опасность, потому что, когда люди выбирают, э-э, человека, который, э-э, похож на, э-э, предыдущего партнера, всегда идет сравнение, а сравнение никогда не идет на пользу тому партнеру, э-э, с которым человек встречается в данный момент. То есть, два. Вам, в свою очередь, также нужно, э-э, пережить расставание с гражданским мужем, не спешить в новые отношения, проанализировать себя, проанализировать свои ошибки в этих отношениях, ну, потому что, если у вас был гражданский брак, то есть, он не перерос, это не переносло у вас что-то большее, да, это не переносло, там, брак, например, э-э, и так далее, э-э, и если вы таки расставились все-таки, все-таки, э-э, значит, э-э, если у вас некоторые деструктивные установки, деструктивные модели поведения, э-э, которые вот как раз таки и помещали вам построить эти, э-э, эти отношения со своим уже теперь бывшим гражданским мужем. И логично, что прежде чем вступать в отношения с э-э, другим человеком, вам желательно бы определить для себя вот эти вот все аспекты, дабы, во-первых, прийти в себя, э-э, чтобы вы как-то вот, ну, чтобы вы оценивали себя, чтобы вы понимали, что вы хотите, чтобы вы э-э, выстраивали себя в отношениях, правильно выстраивали себя в отношениях, и, собственно говоря, э-э, только после этого э-э, вступали бы в эти отношения, дабы, э-э, выстраивать их все-таки максимально э-э, здоровыми, максимально соответствующими э-э, вашим представлениям о том, как, какими они должны быть, э-э, и тем самым избегая бы э-э, э-э, тех ошибок, которые вы совершили. То есть, безусловно, э-э-э, смерть мамы, вашего мужчины, это, безусловно, ужасное событие. Но мужчина поступил в эту ситуацию логично, а-а-а, вам, э-э, можно использовать данную ситуацию, как, возможность для того, чтобы проанализировать то, что с вами произошло, сделать выводы, и ее отношения выстраивать так, чтобы быть в них счастливой. Я надеюсь, что данный аспект вы также постараетесь для себя определить. Уважаемая Анна, вы не задавали своего вопроса, вы не написали никакого запроса, вы просто написали свое сообщение, вот, и я думаю, что вот исходя из того, что вы написали, я вам дал ответ. Могу предположить, что у вас в наличии некий такой уровень эмпатии, завышенной эмпатии, то есть вы переживаете сильно за мужчину. Опять же, чисто в человеческой позиции, это очень хорошо, но в психологической позиции означает, что вы принимаете чужое горе, принимаете чужую боль, как бы, может быть, даже чужую ответственность на себя, при этом избегаете собственной ответственности на свою жизнь, может быть, даже не особенность. Вот я хотел бы, чтобы вы, хотел бы предупредить вас об этом, об опасности, которую вы можете встретить на пути к этому. То есть, смотрите, если вы будете сейчас этому мужчине писать, продолжать писать, ну, вряд ли вы его расположите к себе. Скорее всего, вы его оттолкнете от себя, вы еще больше отпугнете своей навязчивостью и так далее. Если вы хотите, чтобы он сохранил о вас положительные чувства, если вы хотите, чтобы он сохранил о вас какой-то вот светлый образ, и если вы хотели бы, чтобы в будущем он объявился, но не обязательно естественно, то лучше оставьте его сейчас своими проблемами, но напишите, что для него всегда есть место в вашей жизни и в вашем сердце. Это были бы правильные слова, после которых вы оставите его в покое, начнете заниматься своей жизнью. Поэтому, если вы взяли пиоднамский брак, то, соответственно, вы можете предположить, что у вас был недостаток личной жизни, недостаток индивидуальности, недостаток выражения ваших интересов. Вот на этом вам все нужно демонстрироваться на себе, на любви к себе, на жизни для себя и так далее. Вот. Для того, чтобы более ценно к себе относиться, чтобы более позитивно к себе относиться, чтобы, может быть, вспомнить, кто вы, куда вы идете, каким ценностям вы стремитесь, да, что для вас важно. Вот. Все это вы могли забыть с этим своим гражданским мужем. Вам это все нужно вспомнить, и я надеюсь, что вы воспользуетесь этим шансом, и вспомните все эти вещи, чтобы уже новые отношения, которые у вас, безусловно, будут, вступить во всеоружии, чтобы быть готовы принимать человека, в соответствии со своими представлениями, и чтобы не бояться, во-первых, сталкиваться с проблемами, которые всегда будут. во-вторых, не бояться отстаивать свою точку зрения, отстаивать свою позицию, свои интересы, и в-третьих, не бояться расстаться. Потому что отношения это не инвестиция, и никто, к сожалению, вам не сможет гарантировать того, что любой, даже хороший мужчина, на первый взгляд, будет с вами всю жизнь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!